11 мая понедельник о главных событиях, которые произошли к этому часу. Украина собирается потребовать от России 350 миллиардов долларов за Донбасс. Количество жертв непальского землетрясения достигло 8 тысяч человек. Чего хотят дети Донецкой Народной Республики? В Донецкой и Луганской народных республиках сегодня отмечают особую дату. Год назад прошел референдум, на котором население Донбасса сделало свой выбор. Практически 90% жителей проголосовали за независимость. Сегодня в Донецке и Луганске пройдут шествия, а также состоятся развлекательные мероприятия для жителей республики. Украинские власти продолжают жить в мире своих иллюзий. Они сначала уничтожают инфраструктуру Донбасса и убивают его мирных жителей. А теперь ещё и предлагают России выплатить за это деньги. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Александр Боровик заявил сегодня, что сумма выплат, которую ожидают от России за агрессию в Украине, достигла от 350 миллиардов долларов. Сумма была высчитана по аналогии с конфликтом между Ираном и Кувейтом. «На каком-то этапе Россия будет платить. Нам надо посчитать. Нам надо быть готовым и нужно лоббировать везде, где мы можем. И говорить, что смотрите, за это надо будет платить. 350 миллиардов получилось потому, что когда Ирак напал на Кувейт, потом решили, что они должны 320 миллиардов. Если сравнивать, как долго эта агрессия была и как долго эта агрессия России против нас, это почти соизмеримо». По последним данным, жертвами стихии стали 8 тысяч человек. По данным ведомства, более 17 тысяч получили ранения и 366 числятся пропавшими без вести. По последним оценкам, в результате землетрясения в стране были разрушены либо повреждены более 10% домов. Напоминаем, утром 25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Местные власти уже назвали случившееся землетрясение самым разрушительным с 1934 года. Сегодня на базе библиотеки открылась благотворительная художественная выставка детского рисунка «Жизнь глазами детей Донбасса», организатором которой выступила общественная организация «Мы». Данная выставка будет экспонироваться до 17 мая. Вход свободный. Здесь представлены работы и голоса детей, которые хотят сказать то, что вот, пожалуйста, прекратите воевать, должна закончиться война. И они показывают все свои мысли о том, что война нет, миру мир, мы за мир. Здесь кроме эхо-войны представлены работы детей, которые рисовались в течение 2014-2015 года. Мы рисовали это с детьми из подвалов, из других городов Донецкой, Донецкой народной республики. Это Луганка, это Навазу. Мы рисовали это под бомбежками и сквозь слезы говорили о том, что вот на Донбасс должен прийти мир. Вот. Здесь есть несколько работ, которые рисовались там 7 лет назад, ну точнее в период 7-летней до войны, скажем так. И там просто кошечки, просто собачки, чтобы видно была разница, о чем сейчас думают дети. Когда к нам обратилась общественная организация «Мы», нам было принято решение, что отказать мы не можем. Так как нас чаще всего посещает взрослая аудитория, то именно она и должна видеть, как на самом деле изменилось сознание детей наших вследствие военных действий. И это, в первую очередь, должно попытить нас, взрослых, приложить максимум усилий, чтобы война как можно быстрее закончилась, и дети рисовали не бомбленные здания и летящие снаряды, а только яркое солнце и живописи, которых они дают. Также на выставке были розданы символические письма-треугольники, в которых находится послание от солдат Советской Армии для нашего поколения, чтобы помнил каждый, какими усилиями далась великая победа.